МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С компанией удалось достичь договоренности о компенсации оплаты за декабрь, если сумма выросла более чем на 42% по сравнению с ноябрем. В итоге жильцам 431 дома выплатили 34 миллиона рублей. Однако не удел остались жители 24 домов в Уфе, поскольку БашРТС наличие переплаты не признала. При этом прокуратура установила, что компания в отдельные дни завышала температуру воды в подающем трубопроводе, а в другие дни температура была значительно ниже предусмотренных нормативов. По оценкам экспертов, общая сумма переплаты обманутых жильцов могла составить около полутора миллионов рублей. Я думаю, они в любом случае будут аккуратнее, с учетом того, что и технологии развиваются, теперь фиксировать это стало проще, жители теперь стали активно понимать и разбираться. Нарушений всегда было много. И все они-то, по крайней мере, последние 2-3 года, они фиксировались. Вопрос в том, что действительно не всегда подавали в суд, не всегда была корректно собрана доказательная база. Напомню, в июле прошлого года суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры. Компания пыталась обжаловать это решение, однако Верховный суд Башкортостана оставил в силе решение суда Орджоникидзевского района. Тогда БашРТС обратилась с кассационной жалобой в суд в Самаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова